Почему священники разводятся? Прежде всего нужно сказать, что, скорее всего, это явление не такое частое, как разводы других людей. Все-таки церковь это довольно-таки традиционный институт, в который семья и брак считаются священными еще в святхозаветных времен. Но действительно такое случается в семьях священнослужителей, я знаю такие даже семьи лично. Эти трагедии, они реальны, это не просто чья-то выдумка. Во-первых, так происходит из-за пастырского выгорания, когда, например, молодой священник после семинарии, не служивший ни в армии, не получивший светского образования, сразу получает назначение на приход и начинает там свое служение. И первые дни его семейного быта, они обычно проходят с нуждой, с бедностью. Так, к сожалению, случается довольно часто. Ну а вторая причина – это ранние браки. К сожалению, это проблема молодой семьи в нашей стране вообще, не только священнослужителей. Две из трех семей, к сожалению, разваливаются, все заканчивается разводом. Почему так происходит среди священнослужителей? Ну причин этому несколько. Одна из них в спешке. Будущий священник, бывший семинарист, хочет поскорее вступить в брак для того, чтобы принять священный сан. И бывает так, что он плохо знает свою избранницу. Ну а вторая причина в том, что все-таки действительно одно дело знать друг друга в лицо, встречаться, общаться, переписываться. А другое дело жить вместе. Быть совместный, он налагает совершенно другие обязательства. Здесь уже возникает чувство взаимной ответственности. Уже люди говорят, не я, а мы. И, конечно, это все влияет на молодую семью, влияет на отношения между супругами. И бывает так, что они начинают портиться между собой. Бывает и другая причина еще. Это третьи лица, которые вклиниваются в отношения между священником и его матушкой. И брак тоже начинает потихонечку разрушаться изнутри. Это, конечно, все внешние причины, но самая главная причина – это внутренний недостаток любви между людьми. Ведь любовь – это не просто некое чувство, эмоции, настроение. Это не что-то временное, которое сейчас есть, потом его вдруг не стало. Любовь – это состояние души, когда два человека хотят жить вместе друг с другом. И даже если у них в жизни начинаются какие-то серьезные проблемы, они готовы их преодолеть, несмотря ни на что. И вместе, идя по жизни, рука об руку. Вот это и означает любовь. Я думаю, чувство любви – дождественное слово «самопожертвование». Как к этому правильно относиться обычным людям? Ведь священник – он всегда образец веры. Он говорит о духовно-нравственных ценностях, стоянном воне, с крестом в руках. И тут вдруг случается такая трагедия. В первую очередь нужно понимать, что, конечно, священники тоже люди, не ангелы с неба. И они тоже совершают какие-то грехи. Любого человека есть жизненный путь. Господь говорит, что он есть путь истинный и жизнь. И когда ты идешь по этому пути, конечно, ты обязательно, непременно достигаешь праведной и богоугодной жизни. Но семья, она тоже не менее важна для священника, потому что является его опорой. И если в самом главном, в его доме нету мира, нету взаимопонимания, это серьезно вредит и пастырской деятельности в том числе. Поэтому, наверное, задача братьев и сестер по вере не в том, чтобы осуждать священника или качать головой, а в том, чтобы поддержать батюшку и помочь молодой семье сохранить мир и гармонию в доме.